Приветствую вас! Зарвежье средство массовой информации рассказывает, что оказывается, когда Лавров был на сессии ООН, с ним встречались американские политики. Что ты с ним там обговариваешь? Давайте действительно обратим внимание, кто с ним встречался, о чем они говорили и вообще, что это такое было. Ну, понятное дело, российские средства массовой информации говорят, что предательство, нет, что не так. Украину сдали, Америка полностью слила Украину, все, все, все! Ну, украинские, соответственно, по-другому говорят, что нет, никакой предательства нет, США за нас и тому подобное. Что же было на самом деле? Ну, если интересно, расскажу. Там самое интересное то, что официально писали, я пообщался с некоторыми ребятами, спросил, так что же было? Ну, во-первых, обращаю ваше внимание, это встречались не должностные лица. Да, когда-то они были должностными, сейчас, ну, поймите, в Америке есть такая фишечка, человек хоть на пенсию, ему скучно, деньги хорошие, пенсия хорошая, и они действительно стоят пальто, не зависятся. Ну, это не значит, что они не имеют права высказать свое мнение, говорить и так дальше, но они не при власти. Вот эти ребята, да, действительно, когда Лавров был в США, встретились, ну, вообще, по большому счету, ну, такие встречи происходят регулярно, потому что, понимаете, когда встречаются официальные лица, официальные, ну, это сообщается, это протокол и так дальше. Если встречаются частные лица, это частные, на сегодняшний момент, хотя эти ребята, американские, регалии, ну, прошлое, прошлое, тем более, да, некоторые даже при барыком маме, там, блистали, ну, все, все заканчивается. Они как частные лица встретились, пообщались, да, за закрытыми дверями, понятно, что всем известно. Почему? Да потому что они начали драндеть, причем не говорили. Официально, неофициально, всем! Для чего не встретились? Им пиар они хотят. Ну, понимаете, человек, когда-то был в своей славе, его цитируют, показывают, сейчас он скучно. По этой причине тут вопрос следующий. Для чего встречались? Пиар, просто пиар. Ну, понятно, сейчас их обсуждают, причем многие американские каналы повторяют, их вспомнили, это же замечательно, это хорошо, это великолепно! Обращаю ваше внимание, это действительно один журналист правду, ну, как не правду, он написал, ну, как бы инструкцию. Знаете, смотрите, несмотря на то, что они бывшие, никакого отношения к Байду не имеют, ну, они бывшие. Все-таки, так как они когда-то были, они должны были проинформировать, ну, да, не Байда, но Малярис, если другие структуры, о том, что они будут встречаться. Ну, так положено. Да, они проинформировали. Положено, что хотели. Ну, говорю, то есть поменьше, чтобы их потом не обвинили, потому что если бы они не проинформировали, их могли обвинить то, что они там вот занимаются нехорошими деятельностями. А им это не надо, пенсия большая и так далее. По этой причине не проинформировали, ну, чисто по инстанции. Встретились, поговорили, обсудили, и после этого пройдет начали все, что было. Ну, смотри, какая ситуация. Ничего там сенсационного. Ну, первое, что я говорю, они не должностные лица, они не принимают решения и вообще никак не влияют на власть. Они даже, ну, я понимаю, если бы они были конверсменами, сенаторами, нет. Они поговорили, обсудили, выслушали бред этого педального лошади Лаврова, который, как вы догадываетесь, ну, практически ничего умного не сказал. Та же самая ахинея о том, что вот если бы Россию уважали, мы вынуждены были напасть. Ну, бредят, она сплошная. Плюс ко всему начал, понятно, нести ахинею, что народ Украины почему-то ненавидит Путина, хотя Путин их очень любит. Ну, мерзавец, полнейший мерзавец, и подонок этот, педальник Лаврова. То есть ничего такого, ну, понятное дело, что он, ну, что он может сказать? Правда. То, что Российская армия проиграла, нет. То, что этот беззубый щенок Владико Путин срёт от страха в штаны, тоже не расскажет. То, что в Кремле уже все пересрались, перегалкались, друг друг за глотки, ну, он же рассказывать непонятно, но рассказал официальную версию. То, что тысячи раз вы слышали, миллион раз вы слышали, ничего умного. Что эти ребята? Практически то же самое. Они начали обсуждать глобально, что да, надо, что война это плохо, у них кто не спорит, надо поиск решений дипломатических, мирных и так дальше. Ну, они, конечно, ну, понимаете как, если бы это были военные, они бы сказали, морду набьём. А так как это у политики говорят, вот, политические решения, переговоры, договоры, ну, а потратили? Они не принимают решения. Они не ведут переговоры, они вообще ни черта не делают. По этой причине все эти заявления, они слили, кого они слили, куда, как. Они черта вообще ни черта не делают. Они просто потратили, а потом пропиарили. Все, да, и про них сейчас показывают, рассказывают и так дальше. Нет, потому что когда их называют голубь и видят, они черта голубь и видят. На сегодняшний момент, слушайте официально, вспомните, вообще в политике ситуация довольно интересная. Когда человек в опале, он такой активный, такой, что толку? А вот когда человек прилагает, он говорит совершенно другое. Ну, это часто, часто бывает, даже вы сами знаете, что идет, там, человек избирается, говорит одно, пока избирается. Изобрался, раз все поменял, да. Ну, что вы хотите, политика, дело такое. По этой причине, ну, что вам скажу. Можете обсудить, можете поговорить. Пустой, глупый пиар. На сегодняшний момент есть другая информация, что США решили поддержать вступление Украины в НАТО. А вы не забывайте, что главный спонсор НАТО это США. Ну, так сложилось, они больше всего денег дают. Помните, Трамп очень посмущался, говорит, мы не хотим давать, но... Так что Байден... Да, там есть ряд условий. Ой, опять же, это все. Разговоры по поводу победы, непобеды, после победы. Но здесь какая? То, что Украина постоянно просит. Гарантий или дорожную карту, как Украину будет принимать НАТО. Так вот, у кого США это решение принято. Ну, опять же, вы говорите Байден. Байден, это как бы, ну, как сказать, царь, король. Там все-таки свиток, там играет больше свиток. Ну, так у них принято. И так, нет, не всегда такая ситуация. Трампа пытался поломать, а у тебя и поломали. И да, действительно, так что Украину действительно примут НАТО однозначно. Вы скажете, не завтра. Не, не завтра, согласен. Вот тут согласен, например. Так что Путину усыраться и усыраться от страха. Ну, вообще, конечно, 9 из полнейшего. Он начинал войну, чтобы Украину не приняли в НАТО. Теперь Украину примут НАТО. Генеально. Просто, ну, он такой идиота на троне. Надо еще поискать. По этой причине действительно, вот таких у него министр иностранных дел. Тупые, бестолковые, которые даже не будут воспользоваться. Ведь понимаете, что мог сделать Плавру. Да, поговорить и попытаться, ну, как бы, хотя бы немножко изложить что-то реалистическое. Не бред без зуба щенка. А реалистически. Что да, действительно, российские войска выходят с территории Украины. Да, действительно, Украина остается членом НАТО. А как, чтобы с Россией? Вот это, вот это. Так нет же, он начинает всякую нести ахинею о великой России, которая обижает. Да уничтожить, черт твою мать. Тем более, что на сегодняшний момент все вопросы в США, в Европе показывают. Вы хотите, чтобы Россию стерили с лица земли? Да. Полностью. Чтобы ее вообще не было. Россия сейчас стала вот этой империей зла, которая раньше была СССР. Сейчас Россия. Ну, сами понимаете. Где СССР? Где будет Россия? Понимаю. Дропы тянет. Так что, опять Россия проиграла. СССР.